Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня новая серия ответов на ваши вопросы. Я буду зачитывать распечатанные вопросы, письма мне, повествования, в которых вы, например, пишете о том, что вылечились от тех или иных болезней благодаря вот таким-то, таким-то там травам, препаратам и так далее. И я хочу пояснить для более широкой аудитории, какие нюансы, неточности, как можно было бы сделать что-то лучше. Ну, в общем, это будет очень интересно, поверьте. Причем я и отзывы кое-какие зачитаю, во-первых, по грибным препаратам, травам, по аквапену прибороводородной воды, генератору, да, и так далее. Много всего будет интересного. Как говорится, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Начну я с одного письма, которое мне написал. Я не буду называть, ну, назову Илья имя, не буду называть фамилию, не совсем будет корректно, потому что здесь не только о описании своего состояния, ну, сейчас поймете, о чем речь, но в том числе и о том, что человек хочет со мной сотрудничать, ну, и поэтому, может быть, не совсем это было бы ему интересно, корректно, чтобы я зачитал все его письмо с вот его фамилией именно. Здравствуйте. Помнится, как-то около месяца назад или около того писал вам с маминой почты по поводу сотрудничества, а также, собственно, что я являюсь поклонником вашей продукции, которую вы продаете, поскольку на личном опыте удостоверился в ее эффективности. Было несчислимое количество болячек хронических, от которых я избавился, и жить с ними мне невыносимо было. Первое. Ожирение. Сейчас стройный. Второе. Гемангиома в печени. Ее больше нет. Третье. Желчекаменная болезнь. Четвертое. Перхоть. Пятое. Панкреатит. Читаю вот как есть. Это то, что ушло после антипаразитарной и антигрибковых, потому что это разные вещи, программ, моих программ. Есть еще проблемы с центральной нервной системой, перенесенной обширный инсульт в прошлом. И инфаркты. Как подозреваю, были. Об этом говорить не берусь. Поскольку это уже из ряда хронических заболеваний, профилактика для которых нужна пожизненная. Ну, не совсем так. Профилактика – это наш правильный образ жизни, правильное питание. Дополнительные вещества, которых сейчас в наше время не хватает людям большинству, потому что продукты питания бедны ими. В этом смысле верно. Профилактика нужна постоянной. Ну, это и просто образ жизни, и есть профилактика, по сути. Но в целом, после принятия ваших таблеток, в скобках, это речь идет о грибных препаратах, кто не в курсе, кардиоцепс, веселка, рейши, а также биодобавок, тайга-экстра, перга, биокедр, дегидрокварцетин. Мне становилось лучше и зачастую наступало облегчение. Потому что чувствую себя я зачастую неоднозначно. Из-за того, что из-за работы приходится иногда не спать по 20 часов, и не спать всю ночь. Это очень плохо. Сейчас планирую исправлять это тоже. Улучшится сразу все остальное моментально. Вот почему я говорю, что каждый вроде бы фактор маленький, он очень сильно влияет. А это правда не маленький фактор, а очень важный. Но опять же, не всегда хватает воли держать режим. В общем, к чему я это? Под вашей продукцией я готов подписаться о том, что она действительно оказалась эффективна, и многие недуги победила, вылечила. Могу быть уверен в ней и в ее несомненной пользе. Именно из-за этого я и заинтересовался в том числе, чтобы открыть бизнес, так называемый онлайн-магазин, где я бы мог продавать некоторые ваши позиции, товары, продвигая их в соцсетях. Я, разумеется, работающий человек, имею свое дело, которое приносит мне достаточный доход, чтобы, например, размещать заказ на вашем сайте иногда на 80 тысяч рублей. Это для меня как поход в бутик, точнее, вместо него. В бутики я не хожу, а вот покупаю у вас на сайте, получаю те же самые ощущения, потому что осознаю, что это ваша продукция поистине элитная. И если есть отложенные деньги, то лучше их потратить на здоровье. В общем, к чему я это? Да, идея для меня была, это бизнес с нуля, и тоже желание помогать людям, в том числе дополнительно, ведь это достаточно благородно предоставлять нечто полезное, брать деньги не за штаны из полиэстера, а чтобы оно шло на пользу людям. Вот совершенно справедливо. И в этой связи я тоже хочу сказать, ну мы переписываемся с этими человеками, я надеюсь, начнем сотрудничать. Если кто-то захочет сотрудничать в плане продажи наших товаров, продуктов, приборов в своих магазинах, новых или уже имеющихся, онлайн или оффлайн, пожалуйста, рады сотрудничать. У нас есть такой отдел для оптовиков, сейчас вы на своем экране это увидите. Ну что ж, читаю дальше. Любовь Подмарькова пишет. Да, Юрий Андреевич, действительно, перец и куркума, приобретенные у вас, нечто необыкновенное, просто супер. Купила и ни одной минуты не пожалела. Кстати, насчет перца и куркумы, особенно куркумы, есть у меня такое видео про куркуму, вы его обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. А в конце данного видео, ну ближе к концу, мы покажем вам сюжет одного блогера, которому мы дали попробовать, у него такие, ну, тесты, он делает анализ крови под темнопольным микроскопом, смотрит, как изменяется кровь, ее, скажем, качественные показатели при, значит, потреблении тех или иных продуктов. Очень интересно, что произошло после приема нашей куркумы и в сравнении ее с обычной другой любой куркумой. В конце видео поставим, непременно досмотрите, там будет буквально 2-3, может быть, 4 минуты. Вот пишет человек далее, MR04100, ну, в общем, по-английски, все это набор цифр, бук. Здравствуйте, родственница, много лет с диабетом 2 типа. С лета сахар стабильно высокий, до 411 мг на децилитр после еды. Назначили инсулин, помогает слабо, как и диета. Вот человек написал, что диеты не помогли. Дело в том, что какие были диеты. Дорогие друзья, еще раз вам говорю, давайте сейчас я кратко поясню все по сахарному диабету, по крайней мере, второго типа, да? И я думаю, что нужно сделать видео мне отдельно. Еще одно у меня выходило несколько лет назад, но с учетом всех новых данных, знаний, опыта, я все-таки вот более просто это изложу, более коротко, потому что есть общие принципы лечения сахарного диабета. И как ни крути, вот если вы хотите действительно вылечить, не обойтись без радикального изменения питания. Но что самое интересное, есть возможность такая, чтобы это изменение питания не приводило к мучениям, к жажде что-то съесть и так далее. Да, это может быть первые 2, 3, 4, до 5 дней, а потом будет спокойствие. Пока я дам короткие советы, во-первых, мою лекцию про калории посмотреть, про интервальное голодание. Если совместить эти 2 момента, чтобы вы соблюдали интервальное голодание и удовлетворяя суточную потребность в калориях, перевели эти калории из потребления углеводов, то есть калории, чтобы вырабатывались не от углеводов, а от жиров, то есть перевести на рацион кето. И тогда, если в организм не будут поступать углеводы вообще, не будет провоцироваться выработка инсулина, соответственно, не будет вот этого высокого содержания инсулина, а инсулин высокий всегда, почему? Потому что в природе нет таких концентрированных сахаров, даже фрукты. Скажем, яблоки, райские яблочки, посмотрите, какие они горько терпкие, а какие селекционные, ярко сладкие, и люди любят сладкое. Но на любой сладкой сразу вырабатывается инсулин, и всегда его вырабатывается больше, чем требуется. Моментально глюкоза проводится в клетку, возникает гипогликемия, и это приводит к тому, что человек опять хочет есть, нужно что-то сладкого, чтобы выровнялся сахар, тем более, что в крови остается избыточный гормон инсулин. Потом вы что-то едите, и опять подскакивает сахар, инсулин гасится, еще вырабатывается новой поджелудочной железой. Дальше вот это качели гипогликемии, гипергликемии, и, конечно, инсулинорезистентность, которая возникает всегда. Таким образом, нужно либо перевести свой рацион питания на веганскую кето-диету, что лучше всего, безусловно, либо на кето-диету с преобладанием жиров и растительных, и животных, но только не углеводов, не быстрых, не коротких, чтобы, если все продукты, в которых содержится глюкоза, даже укроп, петрушка, посчитать, чтобы не более 20-30 граммов сахара, глюкозы, было за день съедено из всех продуктов. Вот тогда, и при условии того, что вы не будете потреблять больше калорий в сутки, чем тратит ваш организм на все энергозатраты, надобности, то только тогда у вас прекратится выработка избыточного количества инсулина, сахар упадет, и постепенно, недели за три, за четыре, вы избавитесь от сахарного диабета второго типа. Про первый там сложнее, но это мне придется пояснять. Полагаю, нужно сделать отдельное видео, вот чтобы закрыть эту тему навсегда, вот чтобы любой человек мог проверить это, ну, буквально за 2-3 недели, вот гарантированно увидеть результаты, вот я, вероятно, вот придется мне сделать такое видео. Вот скажите, напишите в комментарии, не поленитесь, нужно мне сделать или не нужно такое видео. Может быть, не вам лично это пригодится, но кому-то из знакомых, а потом многие люди имеют инсулино-резистентность, не понимают, почему слабость, усталость, после сна они просыпаются усталыми, отеки и так далее. И у этих людей есть инсулино-резистентность, у них может быть уже преддиабетозное состояние, но он не сдает человек анализы, не знает, что это, не может понять, в чем причина других проблем. Часто, очень часто проблемы разного рода идут, и за все-таки одной из главных первопричин, это повышенное потребление сахару, вообще потребление. Никогда люди не ели столько сладостей круглый год тем более. Поэтому, если вы хотите, чтобы я эту тему полностью, досконально разобрал, я прошу вас, не поленитесь, это всего лишь у вас какие-то секунды считанные займет. Напишите, вот каждый из вас, вот прям под это видео, в комментарии, что да, я бы хотел, хотела, почему, по такой-то причине. Осветите вот такой-то, может быть, момент, какой-то отдельный по этой теме. Вот прям не поленитесь, для вас секунды. А для меня это будет значимым показателем, то есть, что действительно нужно. Вот если, ну, две тысячи хотя бы наберется, комментариев именно на тему, что да, нужно, давайте сделайте такое видео, ну вот я его сделал. То есть, придется посидеть, повозиться, это будет работа довольно-таки непростая, но именно непростая в том смысле, чтобы коротко и досконально объяснить, чтобы уже никакой больше информации не нужно было. Если когда-то придется прибегнуть к моим вот этим подсказкам, вам достаточно было бы открыть это мое видео, посмотреть, законспектировать, и просто выполняя это все, чтобы ничего не было забыто, все важное сказано, все причинно-следственные связи пояснены, чтобы вы все поняли после просмотра, вот эта работа непростая. Но я ее сделаю. Что ж, жду от вас комментарии. Сахар держится в районе 280. После пары дней питья воды из этого прибора, имеет в виду человек наш Аквапен, лучший в мире вот этот персональный генератор водорода и свободных электронов, сахар снижается даже до 113, пока с инсулином. То есть, ничего эта женщина ведь ничего не поменяла, по сути, в своей жизни, а надо многое менять, чтобы победить сахарный диабет, тем более второго типа, который легко при изменении питания лечится за там, ну, 3 недели. Вот. Но, тем не менее, только один фактор позволил убрать в 2 раза сверх повышенный сахар. Пока с инсулином, но улучшение самочувствия явное, ну, еще бы. И это только начало. Благодарим за это чудо, за водородную воду. Дорогие друзья, кто еще не в курсе, не надо только где-то в сети что-то искать, любые приборы... Послушайте, дело вот в чем. Почему такие результаты от этой воды? Не потому, что это просто технология водородной воды. Ведь самое главное здесь безопасность. И дешевки, которыми заполонен сейчас рынок мировой, ну, особенно и у нас в стране тоже, да, во всем мире. Это, конечно, многим людям, вот почему дискредитируется эта тема, потому что приборы, которые имеют в себе либо электролизную старую технологию, либо непокрытые электролизные элементы платиной в несколько слоев, а это, к сожалению, дорого, но это факт. Но это единственный вариант, чтобы эти приборы были безопасны, чтобы ионы металлов, а любые металлы, кроме платины, при электролизе выделяют частицы себя, то есть молекулы разных металлов, которые в сплаве находятся, выделяются в воду. И человек себя постепенно травит. Это первое. Но там много нюансов, я не могу сейчас об этом говорить, есть другие видео мои. Посмотрите непременно вот это видео, наше прошлое, последнее, про приборы Аквапен. И вот вам еще один из примеров. Благодарим за это чудо, за вашу водородную воду. Вопрос по товару набор для лечения хронического простатита на 6 месяцев. Очень важный вопрос. Здравствуйте. Человеку 58 лет. Скептик. После появления геморроя попил водородной воды 3 дня и проблема ушла. У него хронический простатит. Денег на весь набор. У нас есть набор для лечения хронического простатита. Так вот пишет, что эта женщина, что денег на весь набор сейчас нет. Что посоветуете из этого набора, если так можно сказать, как демонстрационную меру для скептиков в облегчении данной проблемы? Благодарю. А, автор Иван. Да, Иван. Значит, я так скажу. Возьмите свечи. Веселка. Пусть человек каждый вечер по одной свечке ректально вставляет. То есть, свечка в день. На 30 дней нужно 3 коробочки. Потому что в каждой коробочке 10 штучек свечек. И результат будет непременно. Может быть, уже дней через 10. Дело в том, что еще нужно учесть один фактор. Нужно не есть после 6-7 вечера. В идеале перейти на интервальное голодание. Вот это видео посмотрите. Посмотрите. Пусть он посмотрит видео про калории. И категорически не ест никакие вареные крахмалы. Рис, картошка, хлеб, булочные изделия, макароны и всякое такое. Ничего из вареных крахмалов. И ничего сладкого. И гарантирован, даже дней через 10 у него гораздо ситуация изменится. А может быть, и как бы пройдет. Но хронически, да, это нужно время. Это нужен примерно там вот этот набор. Хотя бы 3 месяца. Ну и вообще корректировка образа жизни и питания. И безусловно, он не вернется тогда в этом случае геморрой. Лечится довольно-таки просто. Мария, 5 октября 2019 года. Вот такое письмо. Мне мой программист это распечатал. Юрий Андреевич, хочу вас от всего сердца поблагодарить. Я благодаря вам избавилась от кожной аллергии, которая была у меня с 5-летнего возраста. К сожалению, мне было тяжело написать мою историю коротко. Но, возможно, именно то есть подробности, что я изложил, откликнутся в сердцах страждущих людей. И они поверят, что есть надежда. И начнут действовать. Дерматологи называли мое состояние атопическим дерматитом. Это аутоиммунное, кстати, заболевание. Вот. Я делала тесты на аллергию. И по тестам у меня была реакция почти на все продукты. Поэтому никакой диеты мне не назначали врачи. Нельзя же исключить 90% продуктов у человека. Вот я как-то и жила. Хорошо, хоть эта аллергия у меня не была особо сильной. Ходила немного расчесанная иногда и смирялась. Что, видимо, вот уже так суждено. Лечение в таких случаях никакого не назначают. Вернее, назначают. Но для галочки. Для того, чтобы лишь бы клиент не сказал, что врач непрофессионален. Эффекта от этого лечения ноль. Поэтому я ничем не пользовалась. Но последние два с половиной года очень аллергия обострилась. Я покрываться начинала прямо язвами. И тут аллергологи решили применить тяжелую артиллерию. И я год использовала кортикостероидные мази гормональные. Представляете, это очень... Эта гормональная мази очень сильная. Ими нельзя, по идее, пользоваться больше месяца. Ими вообще, по идее, нельзя пользоваться. А я год пользовалась. Потому что не знала, что нельзя долго их использовать. Врачи не объяснили. А мне помогало. Ну, я и пользовалась. А потом на приеме у врача выяснилось, что такого делать ни в коем случае было нельзя. Напугали, что кожа у меня теперь наркоманка. Ну, условно. И нужно как-то переставать этими мазями пользоваться. Пока не поздно. Посоветовали смениться. Иммунодепрессантными мазями в течение двух месяцев. А я этой мазью еще полгода пользовалась. А она понижает иммунитет. И ей больше полугода пользоваться нельзя по инструкции. А бросить эту мазь я не могла. Вернее, бросила. Но кожа язвами покрылась. Терпение заканчивалось. И опять начинала мазаться. Потому что чесалось все ужасно. Представляете, ужас какой у человека. А ведь таких много людей. До крови себя раздирала. Других способов лечения современной медицины мне не предлагала. Врачи просто говорили, ты должна эти мази бросить и терпеть. Другие терпят. Не бросишь, будет хуже. А я девушка симпатичная, молодая. Как мне в язвах теперь ходить? Да и невозможно это терпеть постоянно. Нервы от этого сдают сильно. Я даже где-то прочитал в медицинских изданиях, что сильный зуд, он к боли приравнивается. Ну естественно еще бы. А нервную систему как убивает? На постоянной основе он просто сводит с ума. И я от безысходности начала увлекаться диетологией. Я перепробовала все системы питания, которые существуют на данный момент. По месяцу, по два эффекта не было нигде. А я считал, что какой-то минимальный хоть эффект, но должен быть сразу. Вот нашла вас. По вашим видео скорректировало питание, исключилось все сладкое. Внимание, дорогие друзья, о чем я бьюсь последние многие-многие месяцы. И я объяснил уже давно, почему у зожников сейчас, тем не менее, есть проблемы вот это видео. Почему на сыроедении даже, на здоровом, живом, адекватном питании тоже есть проблемы. Я тоже пояснил. Посмотрите это видео. Ну вот, и тем не менее дальше. По вашим видео я скорректировал питание. Исключилось все сладкое, даже фрукты, о чем я и говорю, выдержало только два месяца. Но, о чудо, я смогла перестать пользоваться всеми этими страшными мазями почти сразу же на вашем питании. Аллергия стала меньше. Примерно как раньше всю мою жизнь. Для меня это тоже был огромный прорыв. Питание такое, конечно, нелегко мне было соблюдать. Я решила сделать перерыв. Вернула многие продукты в рацион. Но аллергия хуже не стала. Но пока, по крайней мере, потому что, да, так сказать, вы немного очистились за это время. Но некий баланс, запас у вас есть. Кстати, до этого я пробовал веганство. Но оно мне не принесло никаких результатов. Просто веганство и практически никому не приносит. Но что самое главное после такого серьезного сдвига в здоровье, я поняла, что смогу избавиться от аллергии навсегда. И полностью, абсолютно точно. Тут же заказала многие ваши продукты. Много грибных препаратов и приборы. Ну, видимо, там аквапен. Хотя, может, не только. Но хотела бы отдельно... А, вот, отметить аквапен. Так получилось, что я его использовала с перерывами. Поэтому могу точно сказать, что это от него эффект прямо на глазах был. Пока им не пользовалось, был сильный зуд. А с ним буквально в течение двух недель регулярного использования аллергии ушли полностью. За питанием сейчас слежу. Но оно не идеальное. И не как в начале. Когда я соблюдал, и все очень строго. Соблюдайте строго, правда. Но не стоит жизнь более долгая. А красота, все остальное, это вторично. Это важно для женщин особенно. Но это все вторично. То есть, с прибором даже орехи в питании мне организм прощает. Кстати, в моем видео, посмотрите его про кето-питание. Там я говорю, какие орехи можно, а какие орехами, хотя их так люди называют, не являются и которые есть нельзя. Даже орехи в моем питании организм прощает. Аллергия у меня была с 5 лет. 27 лет она приносила мне неудобства и дискомфорт. А теперь аллергии нет. И главное теперь, я чувствую, что мое здоровье в моих руках. То есть, человек, в него вселилась просто надежда. И вот эта самая и вера, но основанная не просто на доверии, основанная уже на знаниях, на практике. Что мое здоровье в моих руках, что я могу влиять на ситуацию, что, конечно, очень важно и психологически, потому что очень тяжело, когда болеешь и не знаешь, как себе помочь. Сколько людей от этого руки опустили в разных случаях, при разных болезнях. И это ужасно. Я всегда говорю, что пока человек жив, лечится все. Всем здоровья. Еще раз спасибо, Юрий Андреевич, и удачи во всех начинаниях. Очень рад, очень рад. А вот пишет Эня. Давно покупаем этот корм. Речь идет про наш корм для кошек и собак. Уникальный корм. Кстати, видео, вот это последнее. Кому интересно, посмотрите. Получается дешевле холистиков, так как насыщаются им быстрее. То есть, малое количество еды. Но это как бы концентрат пищевой. Поэтому не нужно так много корма. Слава богу, не болеем. Уверена, что и не заболеем. Ну, конечно, я тоже надеюсь. Вок, ток по-английски. Как заказать марингу? Вот это слушайте, я просто поражаюсь. Второй вопрос. Здравствуйте. Где можно заказать марингу и бальзам кисты почек? Там что-то, ну, там это из... В общем, и третий. Прям одно под другим. Вы представляете? Ну, где можно купить такое растение? Дальше. Юлия Мальцу. Как приобрести? Подскажите. Короче говоря, я просто поражаюсь. Вот под этим видео про уникальное растение маринга. Буквально на второй минуте с половиной, буквально от начала видео, я сказал, знаю, что будут потом вопросы. Сразу скажу наперед, где и как можно приобрести. И прям сказал. И что по ссылочке будет переход на наш сайт, где можно приобрести ее под этим видео. Людям просто... Это я вот, знаете, поражаюсь. Прям три подряд. Три-четыре письма подряд. Их десятками шлют. То есть, то ли видео не смотрите, то ли такой какой-то наплевательское отношение неуважительное. Ну, как так можно? Ну, проявите хотя бы какое-то уважение, хотя бы какую-то логику. Ну, под любым видео, ну, нажмите слово «Еще». Открываются ссылочки под видео конкретным вот этим. И там, соответственно, вся информация. Есть наглые, нахальные письма от людей. Хотя самые нахальные я удаляю. Даже баню просто людей. Потому что, как бы, это, ну, просто невозможно. Ну, вот, например, Наташа Зимина. Под каким-то моим видео. Можно более конкретно, без такого долгого предисловия. Причём это видео не трёх-четырёхчасовое, как и у меня были лет, там, пять-восемь назад. А довольно-таки короткое. Посмотрите, посмотрите, подпишитесь. Достал. Да пошла нафиг. Ну, вот что я скажу таким хамкам. Соответственно, адекватно тому, как, не имея на то никаких прав и оснований, она написала претензии. Ну, не смотрите мой канал, да и всё. Какая-то наглая. Пришла в дом ко мне и нахамила. Вот свинья. Ну, вот по прибору по воде очень такой вопрос. Я думаю, кто-то так же думает. АМ там натурал что-то. А какая разница между этой водой, ну, водородной, и боржоми? В боржоми тоже много гидрокарбоната. Тоже хорошая полезная вода. Я в шоке просто. В боржоми никакая не полезная вода. Она только лишь потому полезна, что многие люди не пьют воду. Они пьют чай, кисель, компот, кефир. Я много раз об этом говорил. А это уже раствор. Это не вода. Только вода является растворителем. То есть, она может растворить токсичные вещества, ядовитые, отработку клеток и выносить их из организма. Для этого она должна быть активна и как растворитель идеальна. Не любая вода такова. Поэтому тут нужно это учитывать. И водородная вода именно такая, активная. В боржоми эта вода, вот именно гидрокарбонаты, натрия там и так далее. Это все неорганические соли. Они для почек вредны. Человек усваивает минералы только в органической форме своего существования. В хилатной, в йонной форме. То есть, в совокупности с органическими соединениями различными. Причем термически необработанными. Только так. В полной мере. И потому всякие боржоми и так далее, они только потому помогают, действительно. Что человек впервые, может быть, в жизни едет куда-то на курорт или пить начинает эту воду, по совету врача. Он просто-попросту начинает впервые пить воду. И вода хоть какой-то, растворитель любая. Вот лишь в этом только польза. А раньше не пил. Поэтому у него кровь разжижается, легче течет. Доносится кислород до каждой клетки легче. Вот почему. А не потому, что это боржоми чудо какое-то. И как можно сравнить? Причем тут это? Речь идет про генерацию дополнительного количества молекулярного водорода, который остается в воде. И вот что приносит, дает организм этот водород, плюс свободные электроны, вот эти, да, ОВП-показатель. Ну, главное, водород здесь. Это совершенно другая тема. Еще раз, видео вот то посмотрите, и вы поймете. Вот опять, где купить такую куркуму вообще? Просто как будто я это не говорю. Далее. О, где купить хлореллу? Дорогие друзья, наш сайт natgard.ru. Там есть такой поисковик строка и лупа. То есть, вот вы вводите хлорелла или там куркума, или что вас интересует. И вводите, нажимаете на эту лупу. Либо, если вы смотрите видео тематическое, под каждым моим видео есть ссылочки. И там вы смотрите такой товар, такой, если он. И переходите сразу на этот товар. Или любой товар ищите просто на моем сайте natgard.ru. Далее. О, тут тоже претензии. Раньше все ученые никаких витаминов не пили и жили до 100 лет. Ну, во-первых, ученые единицы жили до 100 лет. Ну, ладно. У меня тетка питалась обыкновенно, никаких заморских, никаких деликатесов не ела и прожила до 102 лет. Во-первых, вот вы не надо сравнивать. Вот то, что она у вас не ела деликатесов, а эти деликатесы очень вредны все, потому что есть пословица «бог пищу создал, а дьявол кулинар». Это абсолютно так. Она прожила 102 года. Но сейчас я поясню еще дальше для людей, которые не умеют думать, кто не обладают, так сказать, таким инструментом, как логика. Я сейчас поясню. И недавно ушла на небеса так, что... О, вывод. Меня всегда поражают и радуют выводы. Так что, если все это в генах заложено, то ты будешь жить долго. Ой, если бы разум еще в человеке был заложен, в каждом, и он бы его развивал, то это было бы, конечно, здорово. Значит, вы не надо сравнивать бабушек, дедушек, тетушек, которые родились тогда и выжили, и молодые годы их прошли, когда не было химии, когда воздух был чистый, вода чистая, когда не было такой нефтехимической промышленности, пластика, пластмасс, полиэтиленов, когда не было диоксидов, формальдегидов, когда не было химии, пищевой, бытовой, когда не было различных пестицидов, гербицидов, там антиктицидов и прочих прелестей, раундапов и так далее, генетически модифицированные сои, кукурузы. Вы поняли теперь, какую глупость вы написали? Поэтому, да, тогда человек, который родился, например, в деревне особенно, если он питался, так сказать, простой пищей, как в той пословице щи да каша, пища наша, он мог прожить и 100, и 110 даже лет. И, в общем-то, так сказать, ничего тут удивительного нет. У меня очень много есть видео о долгожителях и сверхдолгожителях, которые как раз жили гораздо дольше, при том, что тоже ничего такого не ели. Но есть ещё одна проблема. За последние десятки лет почвы, на которых выращиваются те или иные продукты, победнели в плане своём минеральном составе. И они сейчас не содержат то, что содержали даже 50 лет назад, не говоря уж о 100 и так далее. Это ещё одна проблема, я объясняю её в моей лекции «Лес и почва». Ну, короче говоря, на всё есть свои объективные причины. А в наши дни без витаминов, суперфудов и так далее не обойтись. Ну, то есть, можно, но человек будет жить хуже, уставать, жить меньше по времени, у него будут болезни проявляться и возникать раньше. Ну, всё зависит от того, как человек живёт, что он делает и так далее. На всё есть причины и есть следствия. Вот есть в людях такая вот идиотская в некоторых черта. Это как бы вот не просто как бы как страус голову зарыть и не видеть ничего, а только своими желаниями, не логикой, разумом, объективностью руководствоваться. Ну, ладно, просто про себя молчали. Ну, когда свою глупость и вот эти дешёвые желания такие, знаете, вот этой выдают за как бы истину как бы и ещё так вот в претензию, ну, это просто, конечно, нет слов. Ну, вот Павел Терещенко пишет, правда, в одном из своих видео прошлых я про это говорил, но сейчас скажу всё-таки быстро. Мои тёти и дяди, когда в деревне я к ним приезжаю, довольно толстые, едят обычно вечером 21.00 плотно и потом закусывают зефирными печеньями, а потом храпят всю ночь, а это под видео храп у меня такое видео было. Как всё рассказывал Юрий Андреевич? И у тёти также сахарный диабет. Ничего удивительного. Ну, один умник, Геннадий такой, покупайте магний 99,9% порошок. В мешочек и в баночку только ОВП и ПАЖ-метр нужен. Ну, ПАЖ-метр и ОВП-метр, они всего лишь меряют. ПАЖ-кислотность, водородный показатель, ПАЖ-среды, кислая-щелочная. Ну, а ОВП как бы вот считает эти свободные электроны, то есть заряд минусовой или плюсовой. И будет вам водородная вода. Опа, стопа! Речь-то идёт про ОВП или про водород. Ну, для Геннадия что одно, что другое, это одно и то же. И будет хрен вам будет водород. Ну, для разумных людей перескажу просто по-человечески. Никаких порошков, кружечек вот этих, которые заливаешь, там магний и ионы, воду выделяется, а вы это пьёте. Неорганические магния, неоргани... Это вы не яблоко кусаете. Вот это я не рекомендую использовать. А также ещё насчёт халявы, про там вот эти вот пророщенные зёрна в воде замачиваются. ОВП у вас в минусе. Я очень рад. Пусть ОВП в минусе. А водород-то где вы возьмёте? Ведь самое-то главное, это излишнее количество вот этих молекул водорода, H2, соответственно, примерно от одного, ну лучше, до двух миллиграмм на литр. Вот за что боремся, так сказать. А ОВП это хорошо, конечно, но это не главное. В водородных генераторах ОВП является побочным продуктом. А про металлический порошок я в шоке просто. Чё, люди, вот на что ведутся? Про корма тоже. Как заказать вашу продукцию в Литву? Точно так же через наш сайт nadgard.ru. Добрый вечер. Как заказать корма и другую продукцию в Минск, Белоруссии? Точно так же. О, а в Турцию как заказать можно корм? Какая разница куда? Я же везде говорю, и в тех видео про корма. В любую страну мира, любой город мир, заказывайте через наш сайт nadgard.ru. Пишет Марина Майер. Юрий Андреевич, спасибо за ваше видео. Благодаря вашей лекции и диатомиту решила проблема выпадения волос у себя и у дочери на веганстве. Ну, на веганстве и вообще на любом питании бывает дефицит накапливается тех или иных питательных веществ. Но с волосами, да, тут проблема, как правило, с дефицитом кремния. Ну, и не только, но в том числе. Вот иногда этого людям хватает более чем. Иногда нужно дополнительные меры принимать. У меня, кстати, есть видео на канале для новых зрителей, говорю. Практически на любые темы волосы, пожалуйста, зубы, пожалуйста, прям набирайте в ютубе. Фролов, волосы, фролов, зубы. Да, маленькая рекламка. Значит, скоро будет два уникальных прибора. Это стерилизаторы воздуха с плазменными генераторами ионов. Это новейшая технология. Вот помните, у нас были генераторы аэроионов. Это гораздо технология интереснее. Дым моментально на глазах рассеивается. Пыли, взвешенной в воздухе, не остаётся. Воздух становится ионизированным. То есть, по сути, это безвредная, безозоновая дезинфекция. Ну, конечно, не такая, как озоновая, понятно, да? Но, тем не менее. В общем, об этих двух уникальных приборах скоро будет отдельное видео. Эти два товара появятся у нас на сайте. Ну, а кто подпишется на рассылку на нашем сайте nadgar.ru, внизу там есть такая рассылочка, тот получит уведомление о выходе в продажу этих поступлений, в продажу этих приборов. Кстати, эти приборы убивают в воздухе вирусы, грибки и бактерии. В том числе были протестированы на COVID-19, тоже погибают эти вирусы. Об этом есть соответствующие бумаги, они будут приложены под товарами, можете сами в этом убедиться. Но, кстати, для больших помещений, подвалов, погребов, больших квартир, для того, чтобы в большом объёме за малое время, за буквально минуты считанные, уничтожить всё, что только существует в воздухе и на всех предметах, с которыми этот воздух соприкасается, для этого есть мощные озонаторы. Вот этот на 10-20 грамм в час. Ну и есть маленькие бытовые, которые гораздо менее мощные, но тоже эффективные, на небольшие объёмы. Это озонаторы другие, вот эти. Вот это я в прошлом тоже зачитывал, но здесь нет. Good trip. Здравствуйте, Юрий Андреевич, спасибо вам за то, что вы делаете. Очень рад, что нашёл в свои 20 лет такого человека, как вы. У меня был геморрой долгое время, но он ушёл. Стоило только отказаться полностью от мучного, сладкого и молочного. Вот, кстати, что я и советую, вот женщина там писала про одного человека, по-моему, женщина, да, как показать, продемонстрировать эффективность. Даже вот этого достаточно иногда. Ну а что уж говорить к этому плюс свечи, весёлка, это однозначно пройдёт геморрой. Вот тут интересная переписка про Карину, про зрение мужа. Ну давайте сейчас сначала вот немножко другое. Венера Солонец пишет, очень мелко, поэтому я так приглядываюсь. Я исцелилась от суставов молочницы, предлагали менять тазобедренные суставы, всё прошло. Прошли хондрозы и артроз. По-женски восстановилась дисбактериоз кишечника, прошло геморрит хронический. И при воспалении не пью ни одной таблетки, организм сам себя лечит. Бегать начала, я веган. Прошло всё потихоньку, в течение 4-х лет. Низкий вам поклон, Юрий Андреевич. Ну, женщина просто вот делает такозов, я очень рад, ну и правильно, что пишут. Чтобы другие люди могли удостовериться не только с моих слов. А вот ещё пишет по-английски, Джордж, да, что-то там, ладно, не могу прощать. Значит, спасибо, я писал раньше, что благодаря вам я стал веганом и теперь сыроедом. Вылечился от диабета, вот пожалуйста, от диабета, тахикардии, проблем с желудком, от высокого давления. Занимался штангой раньше, ел много, теперь бегаю как конь и здоров. Дай бог вам здоровья и процветания. Благодарю, очень рад, очень рад. Ну, а теперь вот Карина, тут даже переписка с другими зрителями была. Мой муж лечит по вашей методике сустав после индивидуальной консультации с вами. Пока начало пути, но прошло три месяца. Я как побочный эффект вижу, зрение стало единица. Причём это точно, так как он каждый год проходит медосмотр, профессия обязательно, профессия обязательно. И у одних и тех же врачей. Ну, в общем, ладно, без запятых, поэтому. Даже был у врачей в Эмиратах, сказали, что очки не надо, но готовьтесь. Да, в удивлении был муж, как и окулист. И да, мой муж не стал сыроедом, пока наша семья не может без варёных, но стремимся. Хотелось поделиться с людьми маленькой победы. Юрий Андреевич, благодарю вас за труд. И здорово, что делаете ролики разного формата. Да, то есть, вот, ну, правильно, я очень рад. А кто-то, Вера тоже бел по-английски, написал. Карина, скажите, а где прослушать этот метод, что помог вашему мужу с суставами? У меня артроз правого бедра. И тазобедренного там... Да, и она отвечает. Но было 70% зрения, стало 100%. Единица – это 100%. Щурился даже за рулём раньше, муж мой. Стало лучше. Года два назад муж делал зарядку Нарбекова. Но без изменений в питании. Результат был никакой. Вот ещё о чём я раз говорю, что питание, корректировки питания и вообще образа жизни и питание очень важно. Чем больше факторов правильных, объективных, рабочих вы учитываете, тем лучше, быстрее идёт восстановление, возрождение всегда. Ну и дальше она ещё тут переписка и отвечает Карина. Здравствуйте, муж лечился по методике Фролова. Но он звонил ему на индивидуальную консультацию. По скайпу у меня проходит, я поясню индивидуальную консультацию по предварительной записи. Хотя, честно, у Фролова есть всё в лекциях на канале. Ну, не всё, но практически всё. Это суставы, причины, антипаразитарная тема такая большая. Я прослушала более 30 лекций. Не всё сразу доходит. Много у него покупали, ну, разной продукции. Просто мой муж слушать не хотел. Ему проще позвонить. А, ну, проконсультироваться не было времени или там желания слушать лекции. Ну, вот очень жаль, видите. И была, значит, консультация. Ну, отлично. Питание сильно поменяли. Сложности, ну, ещё есть. Сказать про отличный результат пока не могу. Есть болевой синдром иногда. Да дело-то это не быстро, а через 3 месяца. Будет снимок. Вот, посмотрим. Чудес хочется, но сейчас речь идёт, чтобы хуже не было. Новый сустав вряд ли вырастет. Здоровья вам. Да, в этой связи что хочу сказать. Бывает, что у людей очень быстро меняется, скажем так, вот здоровье приходит, улучшается результат. А бывает, что нужно долго. Ведь у человека, как правило, не одна болезнь, а это система разных болезней. Запущенности, стадии. Чем дольше имеются те или иные заболевания, тем дольше лечить. И потом, опять-таки, важно, применяет ли человек в комплексе всю методику, или только то, что ему нравится, или не лень. Вот от этого зависит очень многое. Практически всё. Бегжан Коббосынов. Спасибо вам большое. Долгий льет в жизни. Благодаря вашим советам у моей мамы растворились камни в желчном пузыре. Не знаю, может быть, это взято из-под видео, как растворить камни в желчном пузыре. Посмотрите, если будет интересно. Благодарим вас. Большой вам привет. Из Казахстана. И вам большой привет. Очень рад. Очень рад. Вот очень интересное письмо. Алекс Иванов. Доброго здоровья, Юрий Андреевич. Что вы со мной сделали? Я перестал болеть. У меня с детства хронический бронхит. Куда делись зимние простуды? Где сопли? Почему утром чувствую начало простуды, а в обед уже её нет? Откуда эта энергия? Я раньше в час ночи не засыпаю как-то, не совсем, а встаю в 6.30. Видимо, сейчас так, да? Причём я целый день в движении. Ну, то есть, энергии много. Кстати, а я вот последние два дня... Ну, во сколько? В 10, наверное, в 10 ложился вечером, но вставал в 3 утра. Потому что работы очень много, и чтобы успевать ночью в 3 утра. Причём я целый день в движении. Откуда силы берутся? Ещё спортом занимаются каждый вечер. Как мне удается держать вес 95 килограмм при росте 190? Не потребляя трупы и молочку. Очень просто, как новый молодец. И почему я зимой... Ну, человек делится просто таким образом, манером своей радости. И почему я зимой могу ходить без верхней одежды на улице и не болеть? Ну, видите, где вы были раньше, мне оно пишет. И где предел положительных результатов адекватного питания? Ваши видео оказали на меня самое большое влияние за последнее время, видимо. Благодарю вас и надеюсь, что вам добро вернётся стукратно от благодарных зрителей. Я тоже надеюсь. Ну, по крайней мере, приятно будет. Я не то, что, так сказать, жду какого-то... По крайней мере, какого-то уважения и благодарности. Я поражаюсь, какие есть наглецы и хамы, которые никакого не имеют ни права, ни морального, ни фактически любого другого повода, тем более, писать мерзости, что, типа, всё это фигня и так далее. Вот сколько быдло существует. И сколько есть тысяч уже таких писем за годы, которые мне пришли совершенно порой поразительные иногда. Здесь вот не сохранилось, кто это написал. Ну, ладно. Уважаемый Юрий Ильич, благодарю вас за труд ваш. Прошла рекомендованный вами трёхмесячный курс очистки печени. И подтверждаю, что грибы однозначно работают. И результаты меня порадовали. Первый месяц прошла вместе с двумя своими дочерьми. 15 и 8 лет. Изменений не заметили. Только в конце третьего месяца мне удалось решить самую видимую проблему, которая тревожила меня последние годы. Гнойные подчелюстные воспаления. И эпизодически на разных участках тела. Сейчас кожа великолепна. Не могу с собой налюбоваться. Кожа чистая, бархатная, без пигментации. От проблемы не осталось и следа. Хочу отметить, что я 2 года сыроед. Проходила очистку по огонян. Многократно голодала. Пропивала травы. Благодаря вашим лекциям узнала, что травы не работают так, как это делают грибы. Следующая высокая планка. Варикоз. Ну, вот обязательно, во-первых, мои все лекции про кровеносную систему. Про печень. Посмотрите. Варикоз однозначно уберете. Интервальное голодание. Посмотрите. Про калории. Учтите эти мои советы. Дальше. Интересно. Реально, чтобы вена стала на место. Да, однозначно. Очень бы хотелось, благодарю весь ваш род. Я благодарю вас за это письмо. Ну вот. И я, конечно, всем рекомендую. Сейчас я одновременно смотрю. Что начинать надо всем людям. Ну, у кого, конечно, нет серьезнейших проблем. Типа онкологии. Не дай бог никому. Но всем надо, другим людям, начинать с антипаразитарной программы. Обязательно. Посмотрите мое видео «Гриб-лисичка». И поймете, что травы травами, они идут как доп. мера. Ну, когда серьезный человек хочет однозначно излечиться. Убрать из своего организма паразитов. А у любого есть человека паразита. Вопрос. Количество. Каких видов. В каких стадиях. В каких органах и тканях в данный момент. Но есть у всех. И два раза в год надо проходить обязательно. К тому же, эта программа антипаразитарная наша. Она еще и гепатопротекторная. То есть, восстанавливает клетки печени гепатоциты. Что улучшают фильтрации крови. Что улучшают работы. А печень выполняет более 500 различных биохимических реакций. Участвует в более чем, вот я говорю, 500 процессах различных. Это как раз под видео «Гриб-лисичка избавляет от паразитов». Все правильно. На данном моем канале есть очень много интересных видео о лечебных свойствах высших грибов. Посмотрите эти видео. Ссылочки будут даны в описании. Так, теперь. Перестали выпадать волосы. Вот такое название. Хелена Иванова. Дорогой наш Юрий Андреевич. А я знаю, это вот женщина, ну, часто пишет. Да. Посылаю вам океан благодарности за все эти изменения, что произошли со мной в течение последних 10 месяцев. Что я на веганстве и сыроеден. Я просто прекрасно себя чувствую. Постранела, посвежела, помолодела. Мне 45 лет. Коллеги на работе говорят, что я ем молодельные яблоки. В общем, масса улучшений по здоровью. А одно из последних. Перестали выпадать волосы. Да. Причем этот эффект случился всего лишь спустя 5 дней после употребления фукуса, спирулины и сока пророска пшеницы. Женщина просто посмотрела мою лекцию дисбактериоз вот эту. И где я даю рекомендации, что я говорю, дорогие друзья, вот есть 3 уникальных продукта, которые в сочетании в течение суток между собой дают человеку, ну, процентов 95 всего, что существует на планете. Среди микроэлементов, макроэлементов, витаминов, жирных кислот, практически все, кроме там 4 пар. Ну, не буду сейчас об этом. Так вот. И многие, кто прислушался к моему совету и стал это, конкретно это применять, и речь идет не про фукус, по названию. То есть, любой открывает фукус, там, а, ну, есть фукус. Какая разница? Он в аптеках за 3 копейки, сушеный. Тогда не ждите никаких изменений. И мне, пожалуйста, потом претензий никто только не пишите. Важно не по названию фукус выбирать, а именно в гелеобразной форме, натив, именно тот, который мы продаем. Потому что это единственный в мире фукус, который сделал мой коллег, доктор наук. Ну, неважно, об этом два видео у меня было про фукус. Будет интересно, посмотрите. Речь идет про то, что он получен специальным, определенным, сложным технологическим способом, а именно все питательные вещества, которые содержатся в клетках этой водоросли фукуса, они выходят в активную форму. Это там СО2-экстракция, вакуумное отжатие там и так далее, и так далее, сложный процесс, который один человек на планете смог ученый создать. Чтобы эти питательные вещества, все микроэлементы, все абсолютно выходило в доступную, усвояемую для организма человека форму. А вот клетки, те, которые в фукусе содержатся в сыром, в сухом, они нашей ферментной системы организма не могут усвоиться в полном объеме, а только на 2-3%. И поэтому вы получите 2-3%, а не 100%, грубо говоря. Вот и все. Вот, в комплексе пила принимала в тех дозировках, как вы и советовали. Видимо, наконец напитала свой организм. Конечно, результаты тоже могут быть не сразу. У кого-то бывают сразу. Прямо день-два, у кого-то месяцы. А ведь с проблемой выпадения волос я мучилась последние пару лет. Теперь на очереди курс лечения печени и близорукости по вашим методам и покупка генератора водородной воды. Вот это сразу, моментально. Вот любая результативность от препаратов, от различных биодобавок, трав в разы становится выше при вот этой водородной воде. Почему? Потому что любые питательные вещества, лекарственные, легче и быстрее проникают с ней, так как она более лучшим растворителем становится в клетку. Эта вода более текучая, более активная, быстрее и большее количество питательных веществ и лекарственных проникает в каждую клетку организма. И напротив, токсичные продукты метаболизма клеточного выносятся с этой водой, растворяясь в ней быстрее гораздо, в разы, и выносятся из организма. Так что лучше работают почки. Ну, собственно, еще раз, дорогие друзья, не поленитесь вы, но послушайте моего совета. Вот это видео посмотрите. Это просто чисто человеческий совет. Сами поблагодарите меня потом, потому что многие из-за лени, из-за неверия какого-то не хотят кто-то там, да, там люди. Но это... Благодарю вас за ваши лекции, которые вправили мне мозги окончательно и бесповоротно. Силу вам и терпения. Ой, в неравной, совершенно верно, борьбе с мясоедами и молочными пиво-хлебами. Ну, как-то так. Под видео о фукусе, да. Но благодарю, благодарю вас от души. Так, Магомед Костоев пишет. Шесть лет не мог избавиться от стафилококкового сикоза. Кто не в курсе, не мог умываться нормально, не побриться. Все лицо в красных пятнах. К нему прикоснуться невозможно. И так шесть лет. Представляете, какая мука для человека. Уж сколько врачей сменил. Одни в вену что-то кололи. Бестолку. Другие излучали что-то там в лицо. Бестолку. Только лицо покраснелось сильнее. И таблетками пичкали. Бестолку. И самое интересное. Каждый следующий врач хаял предыдущего. Ну, ладно. Послушал лекцию Юрия Андреевича. Пропил антипаразитарную программу. Сразу наперед хочу сказать. Этого не всегда достаточно. Потому что, ну, мало ли, какие у вас комбинации проблем. Грибки какие. Их же тоже грибковых поражений много. Иные. А если еще есть бактериальные, вот как стафилококки, стриптококки. А если еще и вирусные. Надо смотреть тут в этом случае дальше. Но тем не пропил антипаразитарную программу мою. Лицо полностью очистилось. Через две недели. Ну, программа месяц идет. Месячный курс. Смотрю на старые фотографии. Не верю. Спасибо вам огромное, Юрий Андреевич. Очень рад. Очень рад. Благодарю вас за ваше письмо. Это под видео. Да. Паразиты, гельминты, глисты, заражения, последствия лечения, профилактика. Юлия пишет. Здравствуйте. По вашему методу принимали мед на голодный желудок. Ну, есть у меня видео. По-моему, печень, желчный пузырь. Я про это там говорю. Еще где-то. Большие камни в поджелудочной. Растворились за месяц. Врачи говорили, что их нужно только вырезать. Очень вам благодарны. NG L L L по-английски. Перевели бабушку на сыроедение 3 года назад. Сейчас ей 78 лет. Почти 2 года давления, как у космонавта. Ну, вот видите. А раньше все врачи скорой помощи ее знали. Это, кстати, знаете, что это как вот из книга доктора Генералова про кето-питание, где он рекомендует мясную кето-диету. И он приводит тоже такие, знаете, письма, как улучшения произошли. Я вот думал, может мне тоже прям так распечатать. Ну, вот он, например, приводит 20-30 примеров. И я также вот таких 20-30 привожу. Вообще, я буду брать его книгу, анализировать. На самом деле, я не то, что согласен. Он правильно пишет, но объективно, ну, процентов 95 информации. Но вот эти 5, вот, ну, я вам поясню. Наверное, сделаю такую рубрику. А, кстати, напишите мне вот здесь в комментариях. Если будет, ну, хотя бы тысячу или две тысячи таких комментариев, то я вот что сделаю. Я буду прям брать книгу его, по главам зачитывать и комментировать. То есть, говорить, что так, что не так. А почему? Аргументированно, а не просто так. Может быть, дополню то, что он совершенно верно говорит. Усугублю как бы эту тему. Поясню, ну, чтобы лучше еще лучше доходило. Хотя он просто пишет, но вот как бы еще. Очень интересный такой, может быть, разбор. Прям очень интересный. Вот напишите. Хотите, чтобы я такой разбор книги генералова про кетопитание сделал? Это будет, ну, наверное, таких выпусков 6, 7, 8. Где полностью я буду... Ну, цифра. Первая часть, вторая. Минут по 20-30 буду полностью все пояснять. Реджи Белофонта. Так, значит, Юрий Андреевич, огромная благодарность. Ваши лекции как глоток свежего воздуха в душном помещении. Ой, благодарю. Это окружение со своими стереотипами. С молодости занимаюсь периодически очистительным голоданием. Наверное, именно поэтому еще организм не дает сильных сбоев. Но окружение, семья никогда не поддерживало мои взгляды. Поэтому откаты на вредную пищу были. Ну, социум действует, что понятно. Собственно, и лишний вес оттуда. Благодаря вашим лекциям снова как будто крылья выросли за спиной. За месяц сыроедения отказы от мяса и молока ушли 16 кг лишнего веса. В августе прошло в года. Еще 14. За следующие 8 месяцев. Видите, плавно, но все-таки 24 кг. Двигаюсь, вот главное, как в молодости. Сама делала ремонт в квартире трехкомнатной. Раньше было страшно подумать, насколько неповоротлив был организм в 48 лет. Пишу с аккаунта сына, Светлана Антонова пишет. А, вот Светлана Антонова. Ну, отлично. А вот еще интересное. Андрей Варламов. Спасибо за видео. Отлично мне сыроедение помогло избавиться от черев. Раньше каждый месяц стабильно выходили большие болючие. Никакие переливания крови. Представляете, до чего люди доходят иногда. И всякие бактериофаги, которые выводили, не помогли. А простая смена питания очень даже помогла. Два года на сыроедении и два года нет черев. Это невероятно. И это не совпадение. Не боюсь замерзнуть зимой. Вот тоже, видите. Попутно очистилась носоглотка. Соплей никаких нет. Дышать стало легче. И не храплю. Вот, видите. Есть еще, конечно, некоторые проблемы. Но вы вдохновляете на приобретение полного здоровья. А еще я работаю на тяжелой работе. Строитель. Плиточник. Вот вам, кстати, момент такой, что говорят. Ну, это вот там менеджеры где-нибудь сидя на стуле. А мужику настаночь всю вот эту ахинею. Которая лишь бы не менять ничего в жизни. И расписка своей слабости. И шахтеры есть тоже, сыроеды, веган. Думаете, нет, что ли? У меня смотрят разные аудитории. И пишут разные люди. Итак, бывает несколько недель. Работаю по 12 часов подряд с недосыпом, недостатком сна. Раньше при таком режиме чувствовал тяжесть в области сердца. Ну, инфаркт у человека в любой момент мог бы быть. А сейчас такого нет. Легче переношу физические нагрузки. Да еще какие. Таскаю плитки туда-сюда на этажи. Те, кто говорят, что тяжелая физическая работа без мяса невозможна. Это полная ерунда. Они быстрее устают и хуже восстанавливаются. Вот и все. Это истинная правда. Как оно есть на самом деле. Без всяких там иллюзий, самобмана, хорохоренья. Это просто жизнь. Вы просто те, кто отрицает все это. Кто верит в мясо, как во что-то такое брутальное. Такое мужику и что-то. Это люди недалекие. Эти люди не знают ни физиологии, ни биохимии. А верят тем, конечно, докторам, кто им скажет, мол, наливай и пей. Вот так же и с мясом. Оправдывая это страшное дело, пагубное во всех смыслах, человек не только из своего здоровья грубит, но и вносит в этот мир страшное зло. И плюс ко всему нарабатывает себе карму соответствующую. Ну и последнее на сегодня. Асия по-английскому. Юрий Андреевич, спасибо за ваш труд. Первое видео, которое познакомило меня с миром своего организма, это ваше видео об отеках под глазами. Самое адекватное объяснение нашла. И как результат, я уже три месяца с рейдом стал и как узнала правду. Переход проходил безболезненно. Потому как уже до этого сомневалась во многих продуктах на прилавках маркета. Очень люблю овощи. Поэтому никакой тяги к мясным и молочным продуктам не испытываю. У меня исчезли многие проблемы, включая головные боли, предминструальные боли и так далее. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом, наверное, сегодня все, а то видео и так длинным получилось, да? Ну, а в завершение, что я хочу сказать? Во-первых, значит, под этим видео ссылочки важные, о чем я сегодня говорил, про наши товары, продукты, где купить, на нашем сайте nadgar.ru. Я советую вам подписаться вот на мой канал, если вы еще не подписаны, нажать на колокольчик, но все-таки не всем людям приходят уведомления о выходе новых видео, почему-то так работает YouTube. И поэтому, чтобы вы могли точно получать от нас, если вас это интересует, конечно, рассылки, уведомления, описание новых товаров, продуктов каких-то там, технологий, то в нашей рассылке вы это можете получить. Но для этого вам надо вот на этом нашем сайте nadgar.ru пролистать, на любую страничку перейти и пролистать в самый низ, там будет такая вот, сейчас увидите, прямоугольная рамочка, вводите туда свой электронный адрес, нажимаете рядом, подписаться, кнопочка такая, и вы подписаны. И вам будут приходить уведомления на 100%, кто хочет этого, вот можете это сделать, кто еще не сделал. Привет всем! А сегодня у нас будет очень интересный эксперимент. Мы сравним самую лучшую куркуму, что я пробовал, которую прислал Юрий Андреевич Фролов, с обычной магазинной. Сначала я вам покажу внешние различия. Видите слева ярко-оранжевую? Это от Юрия Андреевича. Справа желтая магазинная. А вот так выглядит магазинная под микроскопом. Частицы мелкие, сухие и с наличием песка. Почему песка? Да потому, что при тщательном разжевывании ее, песок так и хрустит на зубах. А вот это лучшая куркума. Частицы крупные, сочные и при разжевывании не хрустят. Также отметил то, что магазинная солоноватая и по консистенции похожа на муку. Куркума от Юрия Андреевича маслянистая и не собирается быстро проглатываться. Ну а это утренняя моя кровь. Я ничего не ел и не пил. Видим плотно сцепленные эритроциты в цепочке и комочке. Текучесть плохая. Итак, раз это считается самой лучшей и натуральной куркумой, я решил усложнить задачу. Я взял 1 грамм ее. Это примерно четверть чайной ложки. Разжевал, запил полстакана воды и подождал 30 минут. Ранее я пил 5 грамм куркумы. Это чайная ложка с горкой. Запивал стаканом воды и ждал 40-45 минут. В общем, как я и говорил, прошло полчаса. Видим, картина крови значительно улучшилась. Эритроциты поразлепались, стали подвижными, а лейкоциты принялись увеличиваться до нормальных своих размеров. Текучесть улучшилась. Это тоже радует. Ну а теперь давайте таким же образом проверим обычную магазинную куркуму. Это другая утренняя моя кровь. Я ничего не ел и не пил. Видим очень плотно сцепленные эритроциты в цепочке и комочке. Текучесть достаточная, но непродолжительная. Итак, я взял 1 грамм магазинной куркумы, положил в рот, разжевал и запил полстакана воды. Прошло 30 минут. Что и требовалось доказать. Картина крови улучшилась немного. Видим эритроциты, сцепленные в цепочке и комочке. Чтобы получить хорошую картину крови, надо магазинную куркуму лопать чайными ложками с горкой, что не есть хорошо в долгосрочной перспективе. Текучесть не изменилась. Также, наверное, многие знают, что пеперин из черного перца увеличивает биодоступность куркумы. На сайте Юрия Андреевича продается черный перец с тех же плантаций, откуда и куркума. В его качестве теперь я не сомневаюсь. Всех вам благ. Пока-пока. Что еще? Я хочу попросить вас мое данное видео и вообще мои какие-то тематически важные видео помогать мне распространять. Это ведь наше общее дело в помощи для всех людей. Ну, то есть, вот хотя бы вашим знакомым, друзьям, родственникам, коллегам по работе. Пересылайте, делайте ссылочки активные и пересылайте вот эти мои видео. Ну и в соцсетях, если кто-то может посты сделать, то было бы тоже неплохо. По мере роста моего канала я, вы видите, кто мои зрители старые это знают, снимаю все больше и больше. Больше и больше время трачу на видео три раза в неделю минимум, а то и четыре они выходят. Тем более у нас сейчас еще второй канал, теперь идет серьезная работа. Мой канал «Второй жизни на земле» о стройках, экостроительстве, о теплицах, садах, о посадках грядок там, ну, в общем, о жизни, полноценной жизни человека на земле. Очень интересный канал, советую подписаться тоже. Ну, а на этом все. Желаю всем хорошим, честно, порядочным людям крепкого здоровья, всем людям вообще здравомыслия. Ну и до новых встреч, увидимся, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова